ЛЕГЕНДЫ АЛАНОРА ЯНА АЙНСАНОВА Глава первая. ШТОРМ Заклубятся тучи ряды над водой строптивой, парус светлый задрожит. Быть тебе счастливым. — Славный денек для хорошего шторма, — подумала Хлоя, проснувшись. Вопреки ее мыслям, солнце било в окно через неплотно задернутые занавеси и словно пощипывало за щеки, плечи. — Вставай, вставай, лежебока! Я уже заливаю белые утесы теплом. Птицы с дикими криками носятся над волнами в поисках пищи. С травы в лугах высохла ночная влага и ручейки искрятся под моими лучами, словно в них бежит чистое серебро. А ты валяешься, бестолковая, и не торопишься совсем со мной поздороваться. — Именно так все и было. По крайней мере, так слышалось юной ведьме. А слух у нее отменный, уж поверь. Хлоя столкнула с себя мохнатого домовенка, улегшегося в коленях поверх одеяла. От него остался солидный след сажи и мелкого ссора. — Ух ты, чучело! — возмутилась девушка в спину, слегка ошелевшему от падения на пол домовому, пока тот улепетывал, сверкая черными пятками в сторону печи. — Опять в постель полезешь? Выловлю и помою в соленой воде! Хлоя для солидности еще немного посмотрела строго в сторону укрытия нерадивого духа, а затем со смехом выскочила из постели. — Чудесный день для восхитительного шторма! Несушки клевали щедро насыпанное в кормушку зерно, корова Веля философски жевала сено, парное молоко охлаждалось в горшках, чистые полотенца плескались на ветру. — Столько переделала, — сказала себе девушка, срезая очередной пучок горит цвета с грядки. Она закусила губу от сосредоточенности. Надо было как можно меньше сбить семян. Семена — самое главное. — Столько переделала, а к старику до сих пор не дошла. Ведь ему первому должно сказать. Он так за меня рад будет! Юная ведьма осторожно складывала траву в небольшую тканевую сумку, перекинутую через плечо, пока та не заполнилась. — Вымела все еще вчера, — начала перечислять Хлоя по дороге к дому. Конечно, толку с этого, пока этот чертенок носается по комнатам. Пирогов напекла земляникой, если не растащат феи, зная их. Лучшее платье починила, коли опять золотые нитки не украдут сороки. Как могла, приготовилась. Девушка повесила сумку ухода на гвоздик, подхватила пару полешек и отправилась топить печь. Зелье, которое Хлоя сегодня хотела приготовить, было сложным. Сначала нужно под долгие напевы и наговоры купать в горе цвета и амилу в едва теплой водице, потом дать настояться до обеда. Только после можно было вылить настой в котел, чтобы смешать с остальными ингредиентами и отправить кипеть на открытом огне. Ох и туману будет, как пойдет бурлить эта варева! Никто столько за жизнь не видел! Хлоя шла по каменистой тропке в сторону леса, прочь от уютного дома, хозяйства и дымящей помалу трубы. Ее избушка ютилась в расщелине с чистым ручьем, который обрывался к морю. «Ведьмин лог», — говорили сельчане. Редко и тихо говорили. Они старались лишний раз не поминать свою дальнюю соседку, мало ли чего накличешь. Во все стороны от лога выселись утесы, мысы, кряжи, белоснежными грядами наступая на холодную воду. На юг — едва видный маяк, на север — луга над морем, впереди, к востоку — растущая полоса бора. Где-то за ней был ближайший поселок, а мимо него шел тракт до города. Но Хлоя совершенно не спешила к людям. Напротив, ей очень нравилось без людей вокруг. Спокойствие меловых скал, рев прибоя. За отсутствием говорливых кумушек, вечно спорящих мужиков, и зазывал торговцев было куда лучше слышно шепот пестрых фей под цветами, недовольное бухтение домовенка и много других замечательных вещей. Никто не отпугивал робких мокрушек из ручья сетями до кастрюлями. Эти нежные создания ластились к рукам Хлои, когда она набирала воду или умывалась. Птицы, не боясь попасть под чью-нибудь рогатку, слетались к ее дому отовсюду. В расщелине и вокруг росли разные деревца. Ближе к обрывам хилые, уж больно там ветер злой в непогоду. В самом лагу обитали вязы, пары берез, ивы. В этих деревьях гнездилась такая туча птиц, что когда у них начинались брачные игры, от гвалта осыпалась солома с крыши. Никто не мешал девушке с ними беседовать и узнавать новости со всего края. Юная ведьма уверенно шагала уже под лесными кронами. В лесу ей было почти так же уютно, как дома, и уж точно приятнее, чем на рынке. Обычно то один, то другой селянин зачем-нибудь приходил к ее хижине. Так у нее появлялись ткани, соль, разные безделушки, мясо. Но что-то уже очень давно никто не жаловал ни за сбором от негрени, ни за порошком для укрепления костей, ни за настойкой для больных зубов, не говоря о чем-то повеселее. Помнится, прошлой весной приехала позолоченная карета, представь себе, украшенная витиеватой резьбой, атласом, королевскими гербами и набитая, если верить птицам, шелковыми подушками под крышу. Доехала, конечно, не до лога, а только до опушки леса, где старая разбитая дорога терялась в камнях и траве. Тогда к дому Хлои добежали два молоденьких пажа и стали сбивчиво просить «Бегом, бегом!» направиться к их госпоже. Конечно, бегом никуда ведьма не направилась, напротив, делала вид, что не понимает их тарабарщину, пока из-за печки не вылез грязный, очень раздосадованный шумом домовенок. Увидев на кухне двоих чужаков, да еще и в белоснежных ливреях дух надулся сверх меры прямо на глазах у испуганных парней. Глаза их, между прочим, становились тоже все больше, а призывы бежать внезапно обрели новый смысл. Оба молодца с визгом вылетели из хижины и бросились наутек. «Ах, такие кима разопечная!» — покосилась на духа девушка хмурясь. «Зачем гостей пугаешь? Вдруг дело какое важное?» Домовенок почувал неладное и скрылся, а спустя четверть свечи в дом зашла удивительной красоты дама. Ее свита толклась за дверью, что-то пытаясь объяснить, но женщина их не слушала и решительно направилась прямо к Хлое. «Похоже, про тебя правду говорят в этом городке», — вместо приветствия холодно произнесла леди. «Привечаешь нечистых!» Расплодила малый народец в окрестных лугах. Ходит молва, что все мосты и дороги размыла в округе, как ты тут обосновалась. «Мне пришлось безнадежно испачкать дорогую обувь, очень дорогую, пока я добиралась до твоей жалкой хижины!» Женщина смотрела свысока и явно ждала извинений. Не дождавшись, она продолжила. «Не зря мой дядюшка! Великий Реуан! Да славится его имя в веках!» Она сделала паузу, наблюдая за Хлое. «Погнал вас, вашими же старыми метлами из столицы!» Важная гостья, по всей видимости, полагала, что сейчас негодная ведьма покраснеет, испугается или еще когда продемонстрирует унижение. Но Хлое только пожала плечами и пошла за горячей водой. «Да бросьте вы меня стращать, ваша милость! Присядьте!» Как ни странно, услышав голос юной ведьмы, дама сразу выдохнула, расслабилась и правда опустилась на утлый стульчик, аккуратно расправив платье. Стульчик с досадой скрипнул. А когда перед ней возникла глиняная кружка с травяным чаем, и вовсе внезапно расплакалась. Слезы размывали толстый слой пудры и капали на пышную юбку. Тут ветер хлопнул дверью, да так, что упала защелка. Шумные парни из свита остались снаружи, беспокойно переговариваться и пытаться заглянуть в окна. «Все так плохо, да?» – участливо поинтересовалась Хлоя. «О, бедняжка! Ты же до того утянута в этом наряде, что еле дышать можешь! Давай чуть расслабим!» Женщина внезапно дернулась от рук девушки, едва не опрокинув стул. «Не смей!» Между прочим, наставительно заговорила ведьмочка, «Для ребенка очень неполезен тугой корсет. Если вы, конечно, планируете ему дать жизнь, ваша милость!» Гостья снова обмякла и расплакалась. «Ох, неужели видно? Мари стягивает так, что руки в кровь стирает! Неужели все равно видно? Надо выпрать негодяйку шипастой розгой!» «Да что вы, что вы, милейшая, ничего не видно!» Но слышно. Хлоя загадочно улыбнулась. «Несмотря на ваши безответственные отношения, ребеночек здоров. Имя придумали уже?» Дама разрыдалась еще громче. «Если оно, это, этот родится, мне конец! Конец!» «Не оно, а она!» Строго поправила Хлоя. «Это замечательная девочка! Что же вы к ней так злы, милость? Кровиночке вашей! Неужели супруг не будет рад?» Притворно удивилась ведьма и стала рассматривать полки со склянками. Гостья же, не глядя, взяла кружку и сделала большой глоток. «Он убьет меня! Это не его ребенок! Точно не его!» Арен ко мне год не прикасался, отослал со двора в поместье-тюрьму. «Если кто-то узнает, он кинет меня на плаху, как свою первую несчастную жену! Давно уже ищет повод, он...» Женщина вдруг замолчала и подняла опуши глаза на девушку. «Если ты кому-нибудь хоть слово об этом скажешь...» «Если скажешь...» «Ох, ваша милость!» – вздохнула Хлоя, заталкивая ногой под стол вылезшего было домовенка. «Все запугать меня хотите? Хотя сами в ужасе! Ведь вы пришли за помощью! Кто уж так просит!» «Давайте начнем сначала и правильно! Меня зовут Хлоя, и я, скорее всего, смогу вам помочь. Если вы скажете, как зовут вас, и спокойно все объясните». Спустя семь месяцев до юной ведьмы долетели на крыльях птиц слухи, что в столице небывалые празднества. Герцог Арен Гаадор празднует пополнение в семье от горячо любимой супруги. После многих лет томительного ожидания наследников у них родилась чудесная дочь, а где дочь, там и сын будет. Поговаривают, что Арен, до того пропадавший в королевских военных компаниях, отошел от всех дел, кроме супруги, и проводит в ее спальне больше времени, чем при высоком дворе. Ведет себя, словно влюбленный юнец. Молвят еще, что дитя раньше срока на свет родилось, и боялись за жизнь Лианы с малышкой. Но все обошлось. Благодаря горячим молитвам личного певчего, конечно. Глаза у девочки рассказывают. Точь-точь, как у отца. Да, причистый певчий молодец, в душе посмеялась тогда Хлоя, поглаживая грязную голову дымовенка. Постарался. Было весело, с улыбкой вспоминала ведьмочка, задержать слегка резво спешащий к свету плод, разбудить в давно охладевшем Арене из круглых чувств. Но самое интересное, это глаза малышки. Дело в том, что отчаявшаяся Лиана согрешила не с кем-нибудь, а с Харибом. Уж как они пересеклись с одним из этого беспокойного народа, само по себе история достойной баллады. Но глаза Харибов, золотистые с алой каймой, точно никак не перепутать с небесно-голубым герцога. Я молчу про волосы всех оттенков ночи, которые в наших краях можно встретить только на самом юге, где больше переселенцев с континента. Пришлось потрудиться, это мало сказано. Благо было за что. Какого бы цвета ни вышли глаза у наследницы Гаадор, нрав у нее будет горячий. Ох, и жизнь пойдет в чопорной столице, как девчушка подрастет. Кроме того, в ребенке ощущался голос стихий. Не иначе Хариб был не из простачков. А значит, ждет нас время самое меньшее, не скучное. Давно пора расколоть плиту законов маразматичного Реуана, который душит всех ведьм в стране. Или хотя бы отбить от нее кусочек. Семечко раздора Хлоя посадила со всем старанием. Посмотрим, что за плот он удаст. Хлоя свернула на развилке влево, на едва видную тропку. Лес радостно шумел вокруг, заботливо скрывая ветвями и папоротниками ее следы. Ни один случайный лесоруб, грибник и охотник не пройдет за ведьмой к старику, ее самому близкому другу здесь. Солнечные лучи иногда пробивались сквозь густые кроны, но чем ближе Хлоя была к полянке старика, тем меньше и меньше света добиралось до земли. Наконец стало темно, будто село солнце. Тут стволы раступились, впереди показался дуб великан. Такой широкий не обхватил бы и десяток человек. Такой кряжистый, что в его наростах можно было разглядеть все что угодно, хоть лицо, хоть корабль. Из рукавов и сумки Хлои выбралась парочка фей и принялась носиться по поляне. Здесь росли лунные ливии, редчайшие цветы с дурманящим ароматом. Кто угодно другой, человек или зверь, давно упал бы в беспробудном сне. Но хрупкие стражи старика сейчас были безвредны и скромно потопив бутоны, очень привлекали крылатую мелочь. Феи собирали пыльцу лунных ливий в крошечные туиски, не иначе для каких-то своих пакостей в деревне. Ведьмочка покачала головой и опустилась возле старого дуба на колени, прислонилась к шершавой корелбом. Она обняла дерево, закрыла глаза и прислушалась. Голос старика был огромным. Он приходил отовсюду. Казалось, корни этого дерева пронизали весь лес, а может, и весь край. Она чуяла, как по этим корням бежит дрожь от спящего под холмами Рины на чудовище, как они болят под вырубками окрест деревни, как откуда-то со стороны моря тянется беспокоящая древнюю силу соленая Марева. Девушка открыла глаза, но увидела не узор коры или небо над головой, которого здесь было много, ведь у старика осталось всего ничего листьев на могучих ветвях. Она увидела старца с серебристыми длинными волосами, в ярко-зеленом парчевом халате, расшитом листьями, ветками и желудями. На голове у старца был венец из четырех переплетенных ветвей. Одна зеленая, другая золотая, третья сухая, а четвертая в совесенних почках. Лицо его было таким морщинистым, что в складках и трещинах терялись черты, но глаза светились задором. На пальцах старца были кольца, будто сплетенные из паутины. Они светились внутренним светом. На шее висел камень в оправе из той же сияющей паутины, гигантский зумруд. «Девочка!» — разобрала Хлоя в потоке голоса. «Это было непросто, скажу я тебе. Большинство людей, даже слышащих, захлебнулись бы в этом величии, или же напротив, решили, что ветер шумит в листве, да и только». Никак пришла ко мне поделиться радостью. Юная ведьмочка поднялась на ноги и вдруг крутанулась, раскинув руки. «Сегодня тот самый день! Сегодня все должно получиться! Надо было сразу утром к тебе бежать! Знаю! Ты мне столько раз говорил, что еще не все потеряно! Что Марта, тощая карга, ничего не смыслит в путях судьбы и наговорила ерунды! Но мне столько надо было переделать! Эол, ты бы рассыпался столько всего переделать!» «Я поставила на стойку из Горецвета и Амилу доходить, понимаешь? Все руки обожгла, пока Амилу собирала. И хочу заметить, почти не растеряла семян Горецвета, а это та еще задачка!» Старец рассмеялся и по всему лесу побежал ветерок. «Да, ты сегодня определенно в отличном настроении. Думаю, что все выйдет лучшим образом, дитя!» «Котел приготовила?» «Конечно!» «Начищала песком пару дней!» Даже домовой помогать пытался, еле отогнала. Собрала кострищи на краю утеса, воды из родника натаскала, мокрушек всех оттуда загодя выселила вверх по ручью, чтобы без примесей обойтись. «Ты же знаешь, как тут важно соблюдать рецепт! Чуть напутаешь, и все! Вместо суженного прибьет к берегу каких-нибудь кровожадных варваров, упаси причистая песня!» «Лирики от таких выражений в твоих устах бы почернели!» Снова скрипучий рассмеялся старец. «Думаю, ты бы и варварам нашла какое-нибудь достойное применение!» Он подошел к ведьмочке и взял ее руку в свою. «Я верю, что твое желание сбудется, но помни, море – щедрый даритель! Только в шуме волн просьбы наши слышат не очень ясно!» Девушка насупилась. «Я сделала все, что могла, Эол!» Как Марта говорила, «Не видать тебе счастья сердечного дуреха, ни за что не знать тебе тепла!» «Только если найдешь горы белые, как мел, что растут из вод соленых, как слезы, где корни пьют из камня, да сваришь зелье, что поднимает волны на краю мира в день семнадцатого лета!» «А она, будем честны, просто так редко рот открывала!» «Мерзкая тетка!» «И всего-то не углядела за ее внучкой!» «Да кто бы углядел!» «Уродилась же в семье, где поколениями одневидящие и слышащие, девчушка с талантами совсем иного свойства!» «Разве в том, моя вина была!» Старец задумчиво улыбался, не опуская руку девушки. «Эол, я нашла белые горы, растущие из соленой воды! Корни тут пустила, скоро как ты ветки выращу! Давно уже знаю, как сварить деле, что поднимает волны! И если это не край мира, то я герцогиня!» «Скажи, ну скажи мне еще разок, что я все правильно делаю!» «И корга, учительница моя, никакого проклятия не наложила!» «Ну, пожалуйста!» Девушка сжала руку друга, и тот снова рассмеялся. На этот раз по лесу пронесся уже не ветерок, «А настоящий порыв!» «Да, и тебе сегодня вспомнил 17!» Хрипло заметил старец. «Думаю, сходится!» «А чтобы наверняка все случилось без помех, прими подарок!» «За все дни, что ты скрашивала тут мое одиночество!» И веселила старика. «На удачу!» Старец отпустил ее руку, и девушка поняла. Она сжимает кольцо паутинку, одной из тех, что были на пальцах ее друга. Хлоя подняла горящие радости в глазах. «Ох, спасибо!» Девушка бросилась к старцу и обняла его, но в следующий миг уже стояла перед огромным дубом, заключив его в объятия. Кто-нибудь сказал бы, привиделось? Но в руке ведьмочки лежал заветный подарок. Хлоя надела кольцо паутинки на правую руку, и оно засветилось. А девушка почувствовала невероятный прилив сил, как будто сама земля здесь делилась снизу им голосом. «Спасибо!» «Спасибо!» «Теперь точно получится!» Девушка прижалась к коре, поцеловала старый дуб и побежала домой. Феи кинулись следом, рассыпая пыльцу лунных ливий. Пора валить деревьев. Раскарался ярче огонь на краю утеса, поднимался неестественный туман над белоснежными скалами и пахун отталкивающий. Затягивалось небо хмарью, тучи накатывались, сталкивались, сливались свинцовые покрывала. Хлоя пела песню штормов, песню зеленого вала, стоя в лучшем своем платье возле кипящего котла. Он исходил клубами пара, дыма и зеленоватого тумана. Мокрушки сбились кучкой на берегу ручья, феи расселись по любимым цветам, дымовенок грыз сухарь и наблюдал из-под кустистых бровей с неодобрением. Птицы притихли, только одна какая-то временами странно и слишком тонко вскрикивала. Ветер становился сильнее, гнул лес вдали, мотал травы. Через какое-то время наблюдатели скрылись кто где. Только фигурка девушки одиноко стояла на темном море. И вот раздался первый раскат грома. Ветер сделался таким свирепым, что тяжеленный котел едва не опрокинулся на Хлоя, да и сама она чуть не улетела к обрыву. Потом все стихло на пару минут и хлынул ливень. Волны словно взбесились, начали неистово молотить о берег, поднимая фонтаны, пены и брызг. «Покажись!» — крикнула девушка в море. «Я все сделала! Прошу тебя!» Тут послышался Хлоя смех старого дуба, но она решила, что это ей точно мерещится. Разве в шторм можно услышать его из леса? Вдруг среди волн мелькнул парус, как вспышка, и пропал. Ох! Только и смогла выдохнуть Хлоя. «Вот оно, счастье мое! И тебя сделаю счастливым! Будешь счастливым!» Снова мелькнул парус. Маленькая лодочка сражалась с разбушевавшейся стихией. «А ну, как он утонет там!» — закусила губы девушка. «Как остановить шторм, сказано, нигде не было!» «Точно, Марта говорила!» «Туреха!» — раздался сбоку от котла грубоватый босок. Хлоя пригляделась. «Домовой!» «Так ты говорящий!» Девушка снова устремилась взглядом в буйство стихии, высматривая редкие вспышки паруса. «Думаешь, какая петрушка вареная может настоящий шторм поднять или остановить по всему морю? Балда!» Девушка с досадой топнула на духа, и тот, подпрыгнув, скрылся из виду. Впрочем, она тут же о нем забыла, потому что несчастную лодочку оттащила волнами на риф и мелководье. Она ударилась об один, второй, а потом по высокой волне кинулась на берег, будто из последних сил пытаясь выбраться, и разломалась щепки. Клоя в ужасе бросилась в дорожки, которая вела к морю. Без того крутая под дождем она стала такой скользкой, что девушка бесчетно срывалась, катилась немного по камню и песку, пока спешила вниз. Наконец, вся оцарапавшись и побившись, она добралась до места, куда вынесла лодочку. Там нашлось множество разного ссора, обломков, но нигде ни следа кого-то живого. Тут, перекрывая шум ветра, и волн заплакал ребенок. Хлоя побежала на звук и, подняв какую-то доску, увидела под ней в потрепанной корзине младенца. Девушка оторопела, смотрела на малыша пару мгновений, а потом, опомнившись, подхватила корзинку и огляделась по сторонам. Куда ни глянь, только обломки лодки, море, скалы и галька. «Как же так?» — причитала Хлоя, карабкая с неожиданной ношей наверх по тропке вдоль утеса. Ей хотелось выть от огорчения за себя и от страха за крохотную жизнь в руках. Когда смертельно уставшая, промокшая и замерзшая девушка добралась до своей хижины, ребенок уже не плакал. Хлоя, дрожа, вытащила посиневшего малыша, обтерла сухим полотенцем и стала вспоминать все лечебные напевы, какие знала. Она призвала все свои умения, стараясь его согреть и поделиться с ним жизненной силой. «О, море, великое и мудрое, отпусти это дитя, дай ему жить!» — молила девушка, кусая губы. «Столько богатств у тебя, не забирай его, отпусти!» Кольцо подарок старика сияло ярко, как уголья, даже немного жглось. Наконец, казалось, спустя вечность, малыш начал розоветь, шевелиться, гугукать, открыл глазки и посмотрел прямо на хлое небесно-голубыми озерцами. Девушка в изнеможении положила голову на руки и спросила у радостно-шебуршащего младенца. «Ну и что мне теперь с тобой делать?» Унялся шторм, тучи разошлись, волны утащили обратно в море все следы маленькой лодочки. Над скалами, лугами, лесом и водой поднимались радуги. Домовенок бурчал за печкой, пробуя на зуб блестящую безделушку из забытой на полу корзинки малыша. Феи облепили окна избушки и корчили рожицы. Мокрушки беззаботно плескались в ручье, радуясь недавнему дождю. Птицы полетели разносить новую историю по краю, а в лесу слышался смех. То смеялся старик, старец, дуб великан. Вот только смех его был удивительно молодым. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok